Граждане отдыхающие, данное место не санкционировано. Будьте любезны, выйдите из воды. Выходить из воды по просьбе сотрудников МЧС сегодня пожелал не каждый. Как говорят сами спасатели, повлиять на выборы и заставить людей купаться только в положенных местах они не могут. Кроме методов убеждения, к сожалению, по отношению к населению у нас других мер нет. Мы можем принять меры воздействия к владельцу маломерных судов. Есть соответствующие, конечно, статьи о нарушении правил плавания, в том числе по гидроциклам к населению, действуемом, конечно, методом убеждения. Разработали памятки, отдельные памятки для детей сделали, отдельные памятки для взрослых, как бы их распространяем. Между тем, на водоемах Татарстана почти ежедневно тонут люди. Только за последние две недели в республике Татарстан утонуло 15 человек. Накануне в Казани на озере Харовое утонула 40-летняя женщина. По словам очевидцев, она была пина. С началом купального сезона, а он начался в конце мая, в Татарстане утонуло более 46 человек. Все эти случаи произошли на несанкционированных пляжах. Сотрудники МЧС в который раз предупреждают горожан, что купаться можно только в строго отведенных местах. В Казани четыре оборудованных пляжа. Это пляж Нижняя Заречья на реке Казанка, пляж Локомотив на Волге и пляжи на озере Лебяжье и озере Комсомольское в поселке Дербышки. В этих местах работают мигпункты и группа спасателей. Основная их задача заключается в предупреждении о возникновении экстремальных ситуаций. То есть, когда человека вытаскиваете из воды, это уже крайний случай. То есть, наша задача основная, то есть, предупредить эту ситуацию, проводить профилактические мероприятия, беседы, ну, не допускать в пьяном виде людей, ну, то, чтобы как бы свести до нуля количество несчастных случаев. Как выяснилось, многие из отдыхающих просто не знали о границах пляжа и не подозревали о том, что купаются в неположенном месте. Первый день, первый раз, поэтому мы не знаем. А если бы знали, то сразу бы прошли туда. Здесь люди купаются, поэтому где бы... А вы ашлаг не видели вот границы пляжа? Нет. Если кто-то утонет, то спасателей нету рядом. Надо, чтобы были спасатели рядом, могли спасти они. Но были и те, кому не важно, где купаться, и как только лодка со спасателями отплыла от берега, они тут же возвратились в воду.